ребят приветствует шамшурин вот и в этом видео вы увидите разбор довольно жесткий может быть кому-то покажется но я считаю он результативен эффективен с моего тренинга практика вот ну прежде чем вы будете его смотреть хочу сказать следующее что и напомнить и чтобы вы обратили внимание на это то что очень многие мужчины ну то есть как бы общение с девушками для меня это просто срез того как мужчина ведет себя по жизни как мужчина проявляется в жизни как мужчины взаимодействует с этим миром как он идет к своим целям как он вообще что-то делает для того чтобы куда-то идти вперед развиваться вот и соответственно у нас есть ребята которые приходят и рассказывают нам странные вещи что у меня просто какой-то акцент у меня другой менталитет потому что я приехал там из европы к вам на тренинг у меня особенный склад ума особая душевная конституция у меня особенное мышление какое-то уникальное то есть на мне ваши техники может быть не работают может быть не знаю там в общем суть такая что у меня особый клинический случай то есть который очень сложный очень сильно тяжелый не подлежит лечению и буквально со мной нужно как-то по-другому и так далее то есть на лицо практика показывает следующее что допустим сидят 20 человек из которых 18 человек сделали домашнее задание вот в той или иной степени кто-то меньше кто-то больше и так далее вот но обязательно найдется один человек который говорит что с ним что-то не так у него какой-то клинический особый только уникальный случай по факту проблема только одна что человеку не хватает воли а волю нигде нельзя взять кроме как только начать из пыду как через себя перешагивать заставлять себя заставляя себя еще раз воля это умение причинить себе вред сейчас ради своего же собственного будущего блага ну вредом сейчас я бы назвал бы это вредом но вред сейчас это дискомфорт это перешагнуть через свой страх через свои какие-то страдания это заставить себя заставлять себя единственный способ вот и соответственно обязательно находится тип которая рассказывает что у него уникальное мышление у него какая-то душевная тонкая конституция номер то есть нелогично ребятам остальным которые это все сделали также тяжело но вот у этого человека что-то не получается то же самое в жизни также происходит в жизни на работе с бизнесом со спортом с чем угодно с вашими отношениями то есть если вы решите найти себе очень удобную отмазку вы всегда ее найдете мозг я еще раз говорю человек он по большей части если его взять вот так вот скажем разрезать то он суслик он животное которое и мозг его такой же как у суслика который пытается просто прожить свою жизнь комфортно тепло сухо сытно и так далее зачем ему лишние усилия вот ну наша физиология и биология она примитивно она как у животных поэтому конечно же ваш мозг всегда найдет вам очень много удобных правдоподобных правдивых отмазок и оправданий почему вы не делаете то здесь просто выбор такой либо вы делаете либо вы не делаете либо вы перешагиваете через свои страхи либо вы не перешагиваете и потом рассказывайте себе какой вы уникальный как вам тяжелее других и так далее и тому подобное но прикол в том что когда он будет 60 или 70 или 50 но тогда когда вас уже не будет уже скажем так катиться к концу вы кому будете эти сказки рассказывать кому будете это говорить кроме себя самого по факту вы обманываете сами себя вы удобно себя наебываете по-другому не скажешь единственная причина почему у вас сука нет результата потому что вы либо не делаете совсем потакая своим слабостям своим пенопластовым яичком своим каким-то там страхом фобиям и не знаю волнению прочему говну которого хватает у всех поверьте мне и у меня и у всех остальных либо вы делаете очень мало либо вы делаете недостаточно мало другого объяснения почему у вас нет результата нету я не бог поэтому мы обязательно проводим отбор перед тренингом на предмет того чтобы мы понимали что человек будет работать потому что мы даем свой максимум вы берете свой максимум и ваша задача максимум унести но если вы будете игнорировать сознательно то что мы вам говорим делать то есть если вы будете от нас убегать в полях там то есть вообще в принципе физически не находиться в поле зрения специально мы не сможем при всем желании запихнуть вас силы эти знания то есть в любом случае вы приходите к врачу он вам дает таблетки уколы лекарства клизму там все что угодно но он не будет вас это силой запихивать это дальше ваш выбор берете вы это или нет поэтому просто когда будете в следующий раз жизни я даже не про пикап говорю не про женщин думать что у меня чего-то нет что меня что мне хочется да то есть как бы тут вариант такой либо вы перестаньте это хотите скажите ну мне это и не надо только честно скажите либо вы тогда не придумывайте себе отмазки то есть вы понимаете только одно что у вас этого нет только потому что вы не совершаете нужного количества действий для того чтобы это появилось оправдывая себя собственно херней про вашу уникальность и про уникальность вашего якобы там диагноза или случая как-то так для всех остальных кто все-таки решил что хватит уже уже хватит нужны действия я приглашаю вас на тренинг практика ссылка для записи под этим видео вместе с нами вам будет проще осуществлять эти действия и соответственно успевайте бронировать место мест не так много 28 по 31 марта увидимся там ссылка под видео пока как с домашкой ты четыре минуты хоть раз находился прямо тут все из всех десять из десяти прям убежали или одни из одних просто убежали и ты решил что если убегать прям убежали что там такое делаешь что блять но тэфики но как бы одна цепочка она делала не поможет то есть ну как бы ты значит подходишь и как-то угрожающее себя ведешь ну то есть по они боятся и съебываются с ним улыбаться и да не уходите вы чего я хочу пообщаться они когда давайте и ты продолжаешь нести вот там горлом но то есть что ты сделал чтобы они не убежали за счет не просто мы на тебя посмотрим то есть ты вчера пытался а вечером чё было и чё а чё ты делал какое-то упражнение а тебе сказали что надо кроме горлому сделать еще молчание я не альфа самих не захотелось да ну то есть решил что его на нет ты бы взял попробовал другое задание сделать нет надо было просто сделать другое задание а почему ты считаешь что у тебя что одна рука одна нога блять да потому что ты ссыкло блять у тебя с волей проблем так надо сказать себе я не ссыкло я хочу сделать задание блять взять и разозлиться на себя дать себе поебал не надо мне пиздеть как это просто блять я 11 лет блять этим занимаюсь и первые лет пять я хуевал каждый раз когда подходил бабы всем остальным просто что по-твоему чувак в смысле а чем ты отличаешься от других блять я чё одна рука одна нога ну значит живи в жопе блять встречайся с жирной старой стремной женщиной не ну как то есть получается ну не получится так если ты хочешь получить что-то хорошее тебе придется забить хуй на то что тебе те иди мне кучу расскажи блять эту хуйню свое это даже не знаешь кто это блять в смысле одному чуваку блять вот этот хуй который без руки в стендапе выступает блять прикинь вы выступать вообще пить не обед не причем есть это чувак то есть ну как потому что они его они выбрали также как ты они еще выбрали думать что у меня есть какая-то неведомая хуйня поэтому мне тяжелее чем другим жизни-то похуй ты кому эту сказку уж рассказ себе ну то есть ну да тебе тяжелее то есть во первых сейчас мы спросим почему это объективно вдруг тяжелее блять интересно и как бы изволили объяснить ну хотя бы с уж ты в об этом сказал а второй момент ну блять кому от этого станет легче 4 хуже когда тебе будет 60 или 70 лет ты подумаешь блять я мог вот там от бабе подойти я не подошел я тут мог прийти попробовать на работу там на которой я хотел устроиться я что-то подумал на хуй кто я такой меня не возьму то есть ты будешь потом думать я мог я мог я мог ну потом будет поздно а какие причины объективно тебе вот делают тяжелее смотри здоровый мужик сидит блять такой причем чуть ли не самый здоровый здесь чуть почему тебе тяжелее чем им чувак а как ты чего-то с мозгом не так я по-любому думаю что если сейчас родион родион препарирует нам всем мозги блять придется с бензопилой у нас они пришли а чё с мышлением не так то есть твое мышление ты ну ты туловище которому управляет твое мышление то есть не ты не твой дух не твоя душа не ну как сказать не твоя личность управляет мышлением мозгом мочевым пузырем блять а все это управляет твоей личностью правильно понимаю ну блять почему философия по факту ты не сделал домашнее задание почему то есть ты меня спрашивать почему ты не сделал не так ты меня хочешь спросить почему ты сделал перестать ссать брать себя за яйца блять использовать ты использовал хоть один метод преодоления страха которые были вот там вот кто тебе сейчас тут говорил нет ты ему сказал что не использовал он сказал что не использовал да нет ты ему горил ты использовал рискал сказал нет я правильно понимаю чувак какие способы преодоления страха ты вот из тех который там в теории использовал то есть ты не использовал их то есть инструменты у 7o то ты ничего не используешь good но я у меня не получается а можешь попробовать воспользоваться этими инструментами и потом делать вывод действуют они не действую то есть ты ими не пользуешься правильно понимаю ты не получаешь результат И ты меня спрашиваешь, как? Я тебе дал какие-то рычаги, которые могут тебе помочь. Ты их не применяешь, не пробуешь, просто говоришь, они не действуют. Как тогда тебе помочь, чувак? Ты мне одолжение делаешь или что? Я просто знаю, что я не поможу. Почему? А нахуй ты пришел сюда, если ты уже заведомо знаешь, что это не поможет? Или ты тот человек, который опять пришел за волшебной таблеткой сюда? Я знаю. Как? Откуда ты себя знаешь? Откуда ты знаешь себя? Ты умеешь кататься, не знаю, на коньках? Ну, то есть, допустим, ты не умел кататься на коньках, ты пришел, пизданулся. Ты потом, ну, или на чем-то другом. Ты потом встал на эти коньки, там, с другоном за руку, блядь, возле забора, то есть, несколько раз поделал, и у тебя начало получаться. То есть, как бы, если тебя месяц назад спросить, ты бы сказал, что у меня не получится, я себя знаю, или что, ты пошел, попробовал, сделал, у тебя получилось. На каком уровне вы ушли? В смысле? Я бы не стал бы там этим ключом, как-то брать. А нахуя тебе становится Плющенко? Что делать-то с тобой? Нет, я тебя спрашиваю, а что ты как пиздюк себя ведешь? То есть, тебя, взрослого человека спрашивают, что с тобой делать? Давай ты на себя ответственность возьмешь, скажешь, со мной делать вот то-то, то-то, или там, я хотел бы вот это, вот это. Почему ты опять считаешь, что за тебя кто-то должен решить? Хорошо, мы тебя учим, мы даем тебе информацию, мы даем тебе информацию через практические упражнения, говорим, что их надо обязательно сделать, и будет тебе результат. Ты их не делаешь, и получается, блядь, сейчас мы в этом виноваты, или что? Почему все остальные могут делать хоть как-то, а ты не можешь? Ну, почти все, многие. Ну, а почему, а что с тобой не так? Заебись, ты звезда, блядь. И тебя это что-то как-то обрадовало, ну, исключение. Я печаль. Ну, то есть, что дальше делать? Ты будем печальиться и... Окей, все. Мне кажется, надо инструменты брать и делать. Дальше. Кто еще не сделал домашку? Подожди, сейчас, сейчас. Я пошел к Жукову, ну, никому. К Сергею Жукову мы тоже вчера ходили. Позвонил Кириллу, встретился с ним в Буме. Помню, я по розовому пеналу. Блядь, не повините там. По розовому пеналу, но что-то не по заданию. Я к нескому девчонку подошел, сказал привет, и это что-то... И все, в общем, на этом. Что значит все, вот конкретизируй? Ты сказал привет, они сказали привет, ты ушел, или что? Я не ушел, они встали, я что-то такое забыл, что говорить. И они ушли. А вот эти задания, которые были, ты делал? Нет, потом я подошел к другим девчонкам. Я тебя задания спрашиваю, ты делал или нет? Вормом я делал. Омолчание, я не альфа-самец, почему? Ну, в общем, такое состояние было. Я не спрашиваю тебя о твоем состоянии, я спрашиваю, почему ты не делал домашнее задание. Ну, или не пытался хотя бы, можешь был попытаться. Чувак, я за тебя вообще переживаю, что ты, блядь, земляк. Ты, блядь, высокий, симпатичный парень, который, там, не знаю, по-жесткому ебланит. Вы просто не представляете, насколько вы близко находитесь от какого-то там, блядь, от другой жизни, от того, чтобы телки просто с вами нормально общались. Я вообще, вот вчера мы стояли в Боре, я просто охуеваю, блядь, вот реально, там куча телок, они все стоят, пялятся, улыбаются, блядь. И в том числе потому, что мне на них похуй. Ну, потому что я знаю, что у меня есть своя, Юра знает, что у меня есть своя, блядь, они вообще там вокруг него, вот так вот, блядь. И вот эти вот чуваки, которые рядом пританцовывают. А где ты поедешь? Да, в любом клубе, чувак. То есть, ты не представляешь, что они все хотят того же самого, что и ты. Секса, целовашек, обнимашек, отношений, там, мими-мишек, не знаю, чтобы ты их жестко выебал. Вот разных эмоций, понимаешь? Они все хотят чувака. Там, тем более, ты еще высокий, блядь. Я слышал, что телки любят высоких. Хотя иногда это... Нет, просто, понимаешь, ну, надо немножечко себя преодолеть. Нахуй ты им такой нужен, еще раз говорю. Если ты не можешь себя заставить сделать вот эти вещи. А если у тебя будет, там, какое-то решение жизненное, вот ты живешь с девушкой, и случился какой-то пиздец, когда надо реально принимать какое-то жесткое, кардинальное решение. Ну, то есть, что-то как-то решать какую-то проблему. Я не могу, я особенно, блядь, у меня в складу, блядь, ума другая. Представляете? В склад ума другая тебе телка скажет, блядь, там, на меня напали, что я, блядь, не могу, понимаете? В склад ума другая. Нихуя не проще, чувак. Все то же самое. Если телка скажет, что так случилось, что, не знаю, меня украли, блядь, миллион рублей, которые я несла в сумочке на операцию своей мамы, которая, например, там, тяжело больна. И все, маме пизда, короче. И деньги нужны через неделю, блядь. Что ты скажешь? Есть врачи. Какие врачи, нахуй? Еще раз, есть конкретный врач, который говорит, что операция стоит миллион рублей, нужно делать через неделю, иначе будет летальный исход. Она несла эти деньги в сумочке, у нее их украли. Что ты будешь делать? Там, варя, за два. Лискать сумочку или искать деньги? В смысле? Сумочку-то ненадежь. Ну, все, проебалась она. Украли, убежали, блядь. Сумочка там, за углом. Что ты говоришь? А ты сумочка за углом лежала. Ну, это в твоей жизни такие телки попадаются, блядь. Не, не, он говорит, за углом, а денег не влезет. Не, ну, он имеет в виду, что, типа, она сныкала и говорит, дорогой, я проебал деньги. При чем есть сумочка? Вы что, дебилы? Я вам говорю про сумму. Ты что, блядь, я не какая сумочка? Я говорю про сумму денег. Вы что несете, блядь? Пиздец. Кто еще не сделал домашку? Почему? Я не сделал до конца. То есть ты делал вот хотя бы какие-то... Я имею в виду, ну, от слова совсем. А, нет. Я делал, но не до конца. То есть не делал, но не до конца. Это значит, что ты выбрал какое-то из этих трех заданий не делать, или ты все по чуть-чуть поделал, но по чуть-чуть? Я поделал горлом, но поделал молчание. Я не альфа у меня с этим проблем не получается. Ну, мне тяжело... То есть мне тяжело подойти. А если я сейчас возьму тебя, вместе с тобой пойду, ты будешь при мне подходить, говорить тёлке, что ты там такой-сякой, раз пять, ты можешь предположить, что после этого тебя отпустят, и ты подумаешь, да, что было-то? Ну, сказал-сказал. Я от этого не умер. Тёлка от этого даже и не слилась. Ну, там две слились. Одна убежала. Убежала, сука. А две начали угорать. Говорит, да ладно, что ты, нормальный чувак. А в чем проблема была сделать? Ну, когда, то есть я начал с горлома, то есть ты делаешь горлом, там, две слились несколько раз. Ну, я просил номер, но не вышло номера. То есть вы начали делать с привычного, с того, что вы делали днём. Ну, в целом я могу понять логику. Ну, как бы это с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень хорошо. Я пошёл делать молчание, потому что ничего делать, в принципе, не надо, ты просто молчишь. Это вообще самое бобовое задание. Какое? Какое? Ну, они все нормально реагировали, но, наверное, дело моём, на лице было, потому что, скорее всего... Акцент, акцент. Ты молчал с акцентом. Ты по-эстонски молчал. А вообще мне этот шрам давно уже не нравится у него на лице. Не, нихуя, короче. Не получится у него ничего с женщинами, короче. Ну, и бровь у него одна, видишь? Чуть-чуть повыше, чем другая. Ты, Денчик, заметил это? Здорово, Вася. А кто ещё не сделал совсем домашку? Да прям совсем. Ладно, а кто сделал молчание? Полностью, мне кажется. Ну, хоть сколько-то. Ну, допустим, блядь, просто пытался делать, делал, но пытался, в смысле, не то, что думал об этом, блядь, а вот пробовал. И что, как вообще? У кого была на это хорошая реакция? Больше минуты, не тридцать минут. У меня вообще у нас какая-то прикольная. Я даже очень... Я немножко перекрыгну сквозь себе. Короче, я делал молчание, и Тёка сама решила со мной познакомиться. Такая тема была. Я, короче, делал молчание. У девчонки две сидели. Одна пыталась меня рассмешить, две сдерживался. Я показал. Нет, просто. И они начали друг друга выдавать. Они просто... Это я, это Алина. Они начали говорить... Прикольно. Они просто сами начали уже... В смысле, со мной знакомиться? Я просто стоял минуту, и в итоге... Ну, короче, у меня... Зазвенело, короче. Я там... Ну, привет, девчонки. И просто взял телефон, она спокойно дала, и я ушел. А они не спросили, что ты молчишь? Нет. Самое странное, что на половине случаев они не будут даже спрашивать, что ты молчишь. Ага, давай, короче, тебя рассмешим, там, типа... Ну, вот и такое. А страшно тебе было, ну, там, волнительно? Нет, вот с ними было не волнительно. Вообще подходить имеется в виду, вот... Нет. Короче, у меня просто есть друг, он такую фигню делает, я просто видел, я не понял просто, о чем он, просто на Камчатке, и, короче, так не принято. Он просто подходит, такой, в клубах, короче, стоит возле девахи, и вот молчит. Я просто это уже видел, думаю, на, чай. Ну, не ужас, я еще сказать реально. Нет, нет, вообще, а девчонки потом... Нет, подожди, подожди, какое-то задание, было тебе волнительно, страшно? Нет, не волнительно, мне было сложно, я вам позвонил, короче, нужно было придумать косяк на Альфе. Вот, и на Альфе, короче, подходишь к девчонкам, начинаешь говорить, и они, ну, они не убегают. Да, кто-то улыбается, кто-то позитивно так реагирует, одна мне даже лечение предложила, короче, ну, понятно, смотри, как бы, вот, а ты что сказал-то, что хер не стоит, что ли? Нет, нет, у меня там, гнилые пары, вообще, потоотделение жесткое. Ну, вопрос в том, что у тебя что-то не получалось, и ты выбрал мне позвонить, причем ты мне два раза вчера... Так он и мне звонил тоже днем, по-моему, то есть он... Нет, короче, у меня, вот, придумай, я, подожди ты, я тебе говорю о том, что ты, когда у тебя что-то не получалось, ты принял решение позвонить, попросить ей помощь. Ну, потому что время уже шло, Ты констатируешь, что у бабушки так было? Да, да, вот, соседу своему, расскажи, что так можно было делать, что так можно решать вопросы. Не, ну, просто мы, мы Миша вообще подошли на ухо, сказали в перерыве, Миша, если что-то нам... Он просто нам рыбу привез, а ты нет. Я, кстати, блядь, это, ну, мне Карина привезет, а мне она в холодильнике. И он, мы подходим к Мише, все втроем, говорим, Миша, нам вообще звонишь в любое время, блядь, если что там... А всем остальным нельзя было нам звонить. Мы рожей не вышли, блядь. Более-менее, что-то там получается, так как в отличие от тех, кто нихуя не делает, но он все равно звонит и просит помощи. А вы кто там, блядь, вообще вчера отборозились за, ну, не знаю, у нас 6 свободных телефонов, это 3 саппорта, 3 тренера, блядь, в чем проблема набрать, спросить, помочь, я не могу там, дайте какой-нибудь волшебный бензель. Вася и Никитос, а кто вам звонил вообще вечером? Я звонил какой-то Костя Сойя. Вот, а тебе звонили, Вася? Я ничего не звонил. А что ты ему звонил? С молчанием там. Ну, то есть, был вопрос, ты позвонил, да? А что остальные не звонили, вот кто там, ничего не делал или что-то еще? Ну, тебе помогло, кстати, то, что ты позвонил и решил этот вопрос. Короче, кардинально смогло, потому что я... Ты решил вопрос, когда ты не позвонил? Так это ты Мишу спрашиваешь? Подожди, я там дальше Костю спрашиваю. Костя же, да, я ничего не понял. Да, мне помог Китов, решил вопрос. Кардинально решил твой вопрос. То есть, я стоял, троим подошел, с молчанием, нифига не получилось, ему позвонил, объяснил, и дальше получился. Миша, я решил твой вопрос по телефону. Да, мне запах результата. Запах результата хотя бы. Гнилый. Гнилый, блядь. Слово гнилой запах изо рта. Он мне звонит такой, я ничего не знаю, у меня нет косяковки. Я говорю, я не говорю. Сейчас найдем, блядь. Я просто, ну, блин, есть шоу. Я говорю, ты скажешь, мне гнилый. Который даже мани-папи не расскажешь. как бы. Я говорю, ты говори телке, что я стесняюсь, у меня там, ну, гнилой запах изо рта. Знаешь, что ты на нее так откашкаешься, чтобы воздухать. Пошел, блядь. Но если ты видишь, что ей стрёмно, ты можешь начать улыбаться, но все равно молчать, чтобы она понимала, что ты с добром там. А то она еще, знаешь, такая трясется, трясется. Ну, сука, баллончиком.